ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. Идут по дороге, потому что больше негде. На улице третьего интернационала в микрорайоне Шайтанка перенесли автобусную остановку, а безопасного пути к ней нет. В октябре 2020 года на этой улице ремонтировали проезжую часть. До определенного места проложили добротную пешеходную дорожку, но она оказалась значительно короче автобусного маршрута. Дальше люди ходят, подвергая себе опасности. Тротуаров нет. Тротуар заканчивается у белого магазина. А дальше что, не люди живут? Вот сейчас мы находимся на месте прежнего расположения остановки. Вот сейчас посмотрим, как мы вынуждены добираться до следующей остановки. Остановку перенесли примерно на 400 метров, но этого расстояния хватает, чтобы пощекотать нервы пешеходам. Если днем автомобильное движение на этом участке не так активно, то в час пик, говорят жители, ходить здесь практически невозможно. Основной контингент пассажиропотока нашего, особенно днем, это пенсионеры, школьники и мамы с детьми. Все. И все они ходят по дороге туда-сюда. Зимой из-за снега дорога была сужена. От машин пешеходы лезли в сугробы. Весной в грязь. А летом, когда здесь будут проезжать отдыхающие, легко угодить в канаву. Возмущение жителей нарастает с каждым днем. Вот примут пусть наши слова в действии. Была там остановка, там и надо ее оставить было. А не менять, никого не спросили. Взяли, переменяли, поменяли остановку. Не поставили ни лавок, ничего нету. Остановка ветклиника, по словам старожилов, стояла на одном месте 70 лет. С ее переносом люди не могут смириться уже полгода. И не просто не могут смириться, а добиваются ее возвращения на прежнее место. Как я звонила старшей, говорю, писали письмо-то в администрацию или нет. Она сказала, что все жалобы были переданы еще в октябре. Но оттуда им, ну не письменный никакой ответ, а сказали, что все согласовано с ГАИ. А с нами кто что согласовывает. В администрации Первоуральска пояснили, в курсе ситуации работа в этом направлении ведется. Но пока жителям придется потерпеть неудобства из-за отсутствия тротуара. Пешеходную дорожку пообещали сделать. Для строительства тротуара на данном участке в первую очередь необходимо перенести сеть электроснабжения. Сейчас готовится проект переноса сетей электроснабжения. Эта работа у нас запланирована на текущий год. После того, как сети будут перенесены, уже будет рассматриваться вопрос строительства тротуара. Между тем, жители Шайтанки настроены решительно и уже готовят обращение в прокуратуру.